Всем привет! У нас продолжение 24-го тура. Майнс Паттерборн. Майнс ставит свои антирекорды. Уже пропустил 52 мяча. В среднем за игру забивает 1 мяч. Это крайне мало. Паттерборна борется каждый матч на все 100%. И забивает лидером под 2-3 мяча. Но все равно чего-то не хватает. И тут напрашивается индивидуальный тотал 2-го больше 1 мяча. Хофенхайм-Бавария. Первый матч завершился со счетом 2-1 в пользу Хофенхайма. Хофенхайма регулярно забивает. В среднем 1,5 мяча за игру. Бавария после лиги чемпионов матча с Челси, в котором она выиграла 3-0, будет в хорошем настроении. Но у Баварии плотный график. Через 3-дня матч с Шальки в Кубке Германии. Хофенхайм борется за Еврозону. И готов забить как минимум 1 мяч. Здесь я возьму Оми, забьют и тотал меньше 5,5 мячей. Коэффициент 2. Кёльн-Шальки. Кёльн непредсказуемая команда. Может забить 1, а может и 4, и 5. Шальки тоже удивляет своей игрой. В последних 6 турах 3 забитых мяча и 4 матча без голов. А через 3 дня матч с Баварией. Здесь мы возьмем тотал больше 2,5 мячей. У него он Вольсбург. Команды примерно равные. Забивает немного, но регулярно. Первый матч завершился с счетом 0-1 в пользу Волков. Последние 3 встречи Берлин забил по 2 мяча. Вольсбург тоже в последних 5 игр забил аж 14 мячей. И этот матч будет результативным. Здесь я возьму обезобьют и тотал больше 2 мячей. Вердер, Айнтрахт. Вердер самая пропускающая команда. В среднем 2 мяча за игру. Дома не могут выиграть с 1 сентября. В последних 6 турах всего 2 гола. У Айнтрахта голевые игры тоже проходят неудачно. Всего 2 победы и 1 мяч за игру. Хотя первая игра была 2-2. В этой игре, может, таких голов не будет. Но после Лиги Европы Айнтрахт будет уставым. Здесь я возьму 2х и тотал больше 2,5 мячей. Всем пока. Подписываемся на канал. Ставим лайки.